здравствуйте дорогие зрители снова с вами голливудские сплетни давно мы не виделись да 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 но тем не менее мы уже тут начнем со свадьбы помолвок не будем сегодня грустно это мы как-нибудь на потом осталось грустными затрахала уже грустная политика грустная все грустно со свадьбы помолвок потому что о грустном говорит неохота как откроешь чем в интернете так настроение кардинально но яскомина появляется на зубах уйдет у свои идешь кого-нибудь покусать вот теперь смотри что у нас у нас значит первым делом новость про джорджа клумен он обручился наконец-то не прошло и 50 лет да вот и ну он женат один раз только у нас было там у него в общем всяких девиц было мерено-немерено вот ну а будущая его жена адвокатесса ливанского происхождения по имени амаль аламудин еще и ливанка я совсем отдуреть да ладно хрен с ним извините с происхождением меня одно интересное на кой он в себе нашел адвокат жениться раз и навсегда это да 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 это жениться раз и навсегда ну что я могу тебе сказать ну в общем если что если он развестись захочет а нашего как говорят польские евреи разберет на перышки мы правильно разберет на мелкие запчасти и пустят голым в африку или в ливан куда там уже это уже мелочи жизни нет ну молодец конечно же да что про нее известно про нее известно что она родилась в ливане что потом она переехала в англию с родителями закончила окспорт они бедные ливанцы да потом он закончил адвокатскую школу в нью-йорке и она защищала джулиана ассанжо а кто это а это основатель викиликс который сейчас сидит в эквадорском посольстве в британии в лондоне и не может оттуда высунулся что такое звук изграбавствуют и вышлют на хрен в швеции викилик а викиликс это такая такой интернет сайт был который сливал всякие разные на джулиана такую зуб отрастили что юлы полночем короче на его защищала но судя потому что он сейчас из посольства эквадорского выйти не может не да не до защищала ну ладно но родители клуни вообще в восторге только крашу как значит она такая умненькая такая веселая качество юмора и очень хорошо чтобы не мешала карьере сына не ну галашу не актриса понимаю что актриса ты же сама понимаешь там дел это ужас полная вот в общем женщин у него было много всяких и актрис в том числе типа и рене зельвегер и обручилась кристина с мэтью ратнером опять-таки будущее свекровь тоже очень счастлива грекой как дурака хороша пушки странные вообще люди да не надо недовольны а куда им деваться а это подозрительно ну куда им деваться по не надеваться некуда день простите не у них вот вот все дело в чем еще значит у нее до до ратлеров был брак пятилетний с джорданом братманом и в общем закончился этот брак довольно печально говорят что супруги и поколачивал и налево ходил ну почему нет если можно ну вот и они развелись в десятом году 2010 году разделили имущество развелись с формулировкой непреодолимые разногласия и разногласия все нормально скоро ребеночек будет она учим там уже было побеременную пора уже старая швабра пардой не видно и она унесен тоже есть от первого брата да я знаю в общем все здорово все карты под 40 подваливает уже агилер и тихо тихо вот тут еще один брак еще одна брачующийся у нас а и джоди фостер что ли ты вспомнила я вообще в ауте это в тринадцатом году в прошлом году на церемонии золотого глобуса ребята все надоело хочу бабу хочу я хочу как я хочу бабу хочу бабу я нет ну тут то понятно в принципе отношения могут быть разными но то что они официально это сделали это очень ясно почему потому что чтобы не было потом имущественных всяких этих дел когда человек например умирает или что такое партнер остается с большим и длинным носом естественно вы о ком подумали про нос а ну вот ну и в общем короче говоря в общем свадьба все все скромно это самое которое эллин пейдж которая вся из себя такая эротическая женщина как тарый сапог она чел она тоже ага вот тоже публично было заявлено сказал что усталая скрываться с другой стороны вот когда человек такие вещи делает так называемый этот камень кау да ему ему определенно становится легче я вообще не понимаю всего этого лесбий не лесбий гений какая мне разница она живет слушай но это чисто психологические вещи это важно таскать не для нас это важно для нее салона тут и так закончила когда для меня что-то важное об этом не ору на весе адмир это очередной пиар-ход я тебя умоляю ну да вот реки мартин например из горячо очень одобрил молодец правильно реки за счет немножко восстановил свой этот подзабывать его начали и пусть подзабывать начали но там парочку скандалов с ним уже было опять же с теми семьями троллит он других троллит это он могил ты там так вот я как раз сейчас книжку про троллей написал я не могу чё ли пропиариться шо ли давай давай вот как раз вот в этом плане скандалов реки мартин действует прям по моей книжке он молодец потому что он их регулярно вообще публике подсовывает чего он там только тонна щит какую-то королеву красоты перуанскую прогулку тонна щит кого-то кого-то публично одобрит тон там какую-нибудь фигню затеет с расставаниями партнером смотри петь то он с каких пор давным-давно перестал слушай но он участвует там в каких-то я тебя умоляю когда последний диски его вышел а вот когда последний был его живой концерт я вообще этого уже не помню я честно говоря же слежу вообще за этими новостями латинскими но вот знаю только что на билборде последний раз не но на билборде там кто только не выступал все пенсионеры все по вылазили ну да это билборд надо просто вспомнить кого-то там которого уже забыли и туда же реки мартин пришел полностью забытый ну ты посмотри на второго на бывшего мужа этой блин что у меня склероз полный знаешь исписалась называется короче мы про него недавно в пене говорили марка у марка и концерт был и недавно вроде диск вышел диск вроде вышел да вот надо посмотреть да они между чем начинали приблизительно в одно и то же время и как бы тоже знаешь скандал это были но скандалы такие марка не скандалов гораздо меньше он берет пардон талантом они скандалы любитель он не любитель в отличие от его бывший дженнифер лопес которая вот он как бы не ахте не любит у нас это дело у него талант есть ну реки тоже очень голосистый талантливый но очень каждый раз мыло это было 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 еще одна такая вот все себя бывшие себе знаменитые вот подала на развод с мужем интересное дело она активность что-то вдруг да за счет у нее там и фотографии всякие разные там эти и всякие там вечеринки в честь его там были и друг на тебе развод но это перед разводом она ему пилюлю подсластила мужик там младше и вдруг старушка его бросает вот они будут делить 515 миллионов долларов она явно дело без боя их не отдаст еще на не нормально что ли он что их заработал что лишь нет но на запил честно она честно напела наиграла а он чё рядом стоял ну да ну правильно аж она ему денег не даст без боя пару подарков на полмиллиона и пошел отсюда машинку подарит ну да слушай а чё брюс брюс виллис он брыдели не конем ненавидишь это какой-то ужин слушай он нормальный мужик да это как его женка его первая она тоже ничего дэми мур и старая симпатичный чернежки страшный вся пластическая и ничего в ней натурального нету может быть и так то ли я ну вообще но он конечно ювелир я так думаю что он будет пытаться до сих пор пока парни не родить а почему нет чего у него не хватит детей и денег шли на детей и детей хватит и денег хватит я думаю что у него есть там по боку где-то еще дети потом выплывет как у шварца ой мама слушай стали о приятных новостях ну я тут умерла от хохота смотрела как шварц и столоны вальс протанцевали представляю себе на выходе их презентация была их последней картины и они там стали и отплясали вальс такая ржака и в комедии надо снимать обоим а они снимаются этих последний фильм и комедийные боевики смешные такие упасть можно шварц зараза такой остроумный надо нам с тобой по их этому сделать специальный выпуск по шварцу и столоны это будет круто это кстати вот мы начали с того что политика нам не интересно но последнюю фразу скажу и все сейчас в интернете такая фото жаба ходит брюс биллис таллоне и шварц стоят с плакатом сниму квартиру кроматовский до свидания подписывайтесь на наш канал а мы вас убедительно просим мы приказываем а ну быстро и не подписывайся ну ладно все пока пока пока